Ребята, всем доброе воскресное утро! С вами снова мы, Светлана Свет и Катерина, и за кадром малышка, которая как-то там периодически что-то шебуршит. Ну и, конечно же, мы её все ждали, правда? Да, ребят, наша дверь всегда будет вместе с нами. Это самое важное наше гости и единственное, как вы успели заметить. Ой, наш сегодняшний рецепт, ребят, на завтрак. Вообще, мы с Катей недавно что-то вспомнили. Ну, мы частенько вспоминаем. Вообще, видимо, возраст уже подошёл, когда ты живёшь воспоминаниями, да? Короче, мы любим вспоминать всякие детские истории, подростковые истории. Вообще, в принципе, вот как-то в культуре моей семьи, наверное, правильно так будет сказать, в традициях, мы всегда очень любили собираться все вместе и вспоминать что-то забавное, весёлое, печальное. В общем, самые разные истории из детства, из моего, из маминого, из бабушкиного, да? То есть у нас как-то всегда... Ну, понятно, сестра тоже есть. Любили мы все, причём, слушать эти истории. Причём множество историй ты слышал уже миллион раз, но всё равно они для тебя интересны, как в первой. Вы всё это обсуждаете, смеётесь, вспоминаете. Ну, я думаю, вы понимаете, да, о чём я говорю. И, короче, у нас с Катей разговор зашёл про любимые детские сладости, что мы любили есть в детстве. И когда я Кате сказала об одном рецепте, она очень удивилась. А меня, наоборот, удивил тот факт, что Катя его не знает, потому что это было очень популярно в советское именно время, да, вот 80-е, когда мне там ещё было прям 5-7 лет, вот этот десерт был очень популярен. И у нас его, например, моя тётя, особенно, когда у тёти родилась её дочка, мы сейчас подойдём к этому рассказу, естественно, не переживайте, вы всё узнаете. Мы очень часто этот десерт готовили. Мы сегодня готовим его уже современную версию, интерпретацию, чтобы вы не пугались, особенно те, кто родился гораздо позже и про этот десерт ничего не слышал. Ну, или как Екатерина, в принципе, о нём ничего не слышал. Так что дело не в возрасте, дело просто, видимо, в регионах, я не знаю. О каком десерте я говорю? В 80-е был очень популярен десерт из... Малышка. ...сухой детской смеси. Продают сухие смеси, из которых делают детям вот это питание, разводят, да, и их кормят. Так вот, в советское время был очень популярен десерт из этой сухой детской смеси. А смесь как-то называлась? Ну, она разная была. Была малютка, это была вот наша смесь. Потом какие-то уже импортные появились смеси в 90-е. Там неважно, какая по факту эта смесь. Они типа все одинаковые, да? Но эти смеси, их использовали, ну, в качестве, да, муки, сладкой основы, потому что она была не просто как безвкусная. Она была сладковатая, просто туда что-то добавляли. И делали из этой смеси конфеты. Наверное, молоко было, что-нибудь сливочное масло. Я уже точно сам рецепт не помню. Ну, в общем, это все перетирали. Делали из этого массу, или варили наоборот. Делали из этого массу такую, катали конфетки и обваливали эти конфетки в какао. А моя тетя, она когда родила свою дочку, получается, мою двоюродную сестру, у нее молоко очень быстро пропало. И она покупала смесь детскую. И пока у меня сестра, она очень аллергична, просто очень аллергична. У нее аллергия буквально на все реакция идет. И многие смеси ей не подходили. И так как это, вы понимаете, там, начало 90-х, да, у меня сестра родилась в 89-м, это голодные годы, когда, в принципе, ничего особо... Это голодные игры. Да, голодные игры. Ничего не было. То смесь, которую ты и так еле-еле достал, выкидывать не то, что жалко. Это кощунственно ее выкидывать. И поэтому тетя, она делала вот эти конфеты. Она делала еще, знаете как, она обваливала их не только... Я понимаю, ты пытаешься выйти, но у тебя не получится. Так не выходят. По-другому надо действовать, малыш. Короче, она еще крошила вафли, обваливала их в вафлях, то есть не в какао. Но это было очень вкусно. И вот я как раз Кате рассказывала, она говорит, не было у них такого. Не было. У меня вообще... Мои воспоминания, это шоколадная колбаса и все. Из домашнего. Ну, это что-то тоже типа по вкусу, может быть, можно соотнести с картошкой, с шоколадной колбасой. Картошка. Вот с какими-то такими пирожными. Но я помню, что даже вот в школе, в детском саду... Спасибо, кофмашина. Не знаю, как вообще вид это печенье, это конфета на самом деле. Я не знаю, как это обозначить. Ну, давай, не томи. Но у меня уже долгое было очень видение, но я решила Кате приготовить такие конфеты, но, естественно, более современной версии. Кто ел такие конфеты в детстве, кто вообще знает о существовании конфет из детской вот этой смеси сухой, обязательно напишите, пожалуйста. И регион, в котором вы жили. Очень вас прошу, мне интересно. Вообще можете погуглить. Мне кажется, что эти конфеты, рецепт вот именно этих конфет можно нагуглить. Итак, ребят, для нашего рецепта нам с вами понадобится мука, разрыхлитель, корица, сметана, сливочное масло, мед или кленовый сироп. Более осенний вариант этих конфет, естественно, получится именно с кленовым сиропом. Орехи. Орехи берете любые грецкие, фундук, миндаль, что у вас есть, что вам больше нравится. Это все для теста. Вот эти сухие ингредиенты, да, у нас, это у нас все для теста. И нам с вами нужно будет сделать еще крем, да, главное связующее звено наших конфет. Для крема нам с вами нужна будет вареная сгущенка и творожный сыр. Тесто делается очень просто. Это по принципу песочного теста. Мед вылить в сметану, размешать. Сметану добавить к размягченному сливочному маслу. Хорошо это пробить лопаточкой. И высыпать туда все сухие ингредиенты. И, значит, делаем ручками вот такие движения, делаем крошку. Эту крошку высыпаем на противень и отправляем запекаться где-то минут на 20. Единственное, крошку надо постоянно помешивать, чтобы она со всех сторон стала золотистого цвета. И получается, мы эту крошку потом вытаскиваем, да, достаем с противня, отправляем тоже в блендер, измельчаем. Чуть-чуть крошки отставляем в сторону, мы будем в ней потом обмакивать, обволакивать. Господи, обваливать, это все время забываю это дурацкое слово обваливать. Потом будем наши конфетки обваливать в этой крошке. Крем, соединяем творожный сыр, соединяем сгущенку, взбиваем миксером. Туда отправляем нашу крошку. Все это хорошо перемешиваем и ставим в холодильник где-то, наверное, минут на 30, чтобы смесь застыла, чтобы из нее было удобно конфетки лепить. Потом ее достаем ложечкой, какого вам нравится размера, хотите побольше, хотите поменьше, да, эти конфетки. Крутите вот эти конфетки, обваливаете в крошки и уже на ночь отправляете в холодильник, чтобы они у вас хорошо застыли и получается у вас вот такая вот, в общем, чудесная штука. Вот такие конфеты. Я же правильно понимаю, крошка идет как внутрь, так и снаружи, это одна же все. Да, это та же самая, одна и та же. Ребят, ну запах у них идеально осенний. Я не знаю, у нас в этот раз Светлана прямо с выпечкой радует. У человека вдохновение. Состав меня в этом случае не смущает, как с детской смесью. Нет, для меня вот это с детской смесью, это что-то очень странное. Но вот, кстати, когда уже моя родная сестра родилась в 94-й год, мне кажется, мы уже такие конфеты не делали. Блин, надо у сестер спросить, они вообще помнят? Или это было только вот, когда я была маленькая, потом мы уже этим не занимались? Ребята, это так вкусно. Потрясающий вкус. Мне нравится. Я просто, когда лепила, я знаете, как тесто наелось. Боже, они такие нежные. Они очень нежные, очень сливочные. Короче, если бы я в какой-то кафешке взяла бы вот этот хендмейт, который обычно продается поштучно, я бы сказала, вау, все, это мои любимые конфеты. Я, конечно, вкус вот тех конфет из детства я не помню. Просто помню, что было очень вкусно. Я понимаю одну ужасную вещь. Мой любимый десерт в детстве был, это малина в саду. Ну, это тоже хорошо. Я очень любила вот все свежее, но звезда, звезда пришла в кадр. Хулиганят, ребята. Да. Насчет детских воспоминаний, да, что я сейчас говорю, я не помню вкус конфет. Я помню просто, что было вкусно. Вот как иногда бывает, память что-то подменяет и обманывает нас. Короче, недавно. Пойдем сейчас по воспоминаниям, извините, я не помню, о чем хотели говорить. Я как бы помню, но я буду ждать. Меня понесло в другую степь. Вот знаете, бывают такие воспоминания, вот ты точно помнишь, что это было так. Ты прям вот картинку в голове видишь, а все люди вокруг утверждают, что подобного вообще не было. Это неправда. Я недавно на день рождения к дяде я ходила, а у меня одно из ярких воспоминаний детских, это когда я маленькая у бабушки, на дворе дождь, а я хочу гулять. И бабушка мне достает мои резиновые сапоги. Они еще такие желтые были, сверху у них вот так вот белое, как чуть холщовое, вот тут шнурочек. И эти желтые, они тоже, знаете, эти сапоги, они просто у каждого ребенка советского, эти сапоги желтые были. Может, какие-то другие варианты цветов, не помню. Мне кажется, у меня были коричневые. У меня вот они были именно желтые. И я помню, что бабушка, она достает эти сапоги, она стоит в ванной, и в ванной она всю стенку шкаф. Такой узкий небольшой шкаф, она открывает дверцу и, значит, в сапоги достает. А ванна у меня, у бабушки, они, знаете, были еще, когда окна делали в ванной. Окошко, которое вело на кухню. А потом уже, позже, где-то в начале нулевых, сделали ремонт, в принципе, делали перепланировку. Это окно убрали. И, собственно, убрали этот шкаф. А ты такая шкаф. Из которого... Я помню этот шкаф. Моя тетя, которая всю жизнь жила в этой квартире, собственно, да, пока не вышла замуж, они не переехали. Она говорит, что никогда этого шкафа никакого ванны не было. А я настолько ярко его помню, ярчайшая картинка, как бабушка открывает и достает эти сапоги. И я вот думаю, а откуда тогда взялось вот это самое воспоминание, про которое мне говорят, что на самом деле ничего подобного не было. Я не уверена, что тетя помнит правильно. Мне кажется, что не так, что на самом деле это я помню правильно. И шкаф там точно был. Вот знаете, когда идет еще стандартная планировка квартир, вот как раньше, да, ну, в принципе, и сейчас есть какие-то стандартные планировки, да, ты можешь найти какие-то картинки старые. А вот этот дом, в котором живет бабушка, они строили его, как этот назывался, кровавый метод постройки этого дома. А кровавый метод, это значит, его строили сами люди. То есть своей кровью, так скажем, да, которые живут в этом доме. Этот дом от, получается, строили работники завода Ростельмаш, и строил его мой дедушка. То есть они работали на заводе, свои смены, да, он работал смену, потом он шел на стройку этого дома, и они строили дом после работы. И вот так постоянно все работники, для которых был построен этот дом, они, собственно, менялись. То есть они реально построили его своими руками. Нет, название кровавый метод, конечно, оно жуткое. Ну да, такое. Я не до первого раза его услышала, я никак не могла понять о сенсации, почему он так называется. Ну вот именно из-за того, что сами люди его строили своей, собственно, кровью, они его построили. Кстати, мне кажется, что на данный момент там уже очень мало осталось семей, именно кто живет изначально. Вот наша квартира... Ну дом, кстати, ребят, несмотря на то, что его строили вроде как непрофессионалы, дом действительно очень хорошо и крепко построен. Так он кирпичный, там вот такие стены. Он построен так, как будто они в Сибири живут с этими стенами. Да, из-за того, что его строили сами те, кто будет в нем жить, он построен, извините, он полностью кирпичный дом. Ты где-то у нас видела, причем там вот такой вот слой, там очень толстые стены. Там звукоизоляция просто потрясающая. Я же говорю, что вот этот дом, в котором бабушка жила, вот из всех квартир, которые там, вот моя тетя живет, да, там, я вот здесь в этой квартире живу. Ни одна квартира настолько качественного не сделана, как тот дом. Короче, к чему я это говорила? Я забыла, ребят. А, про шкафчик, что из-за того, что так строили, планировки нестандартные. Из-за того, что так строили, я не могу там хрущевка, планировки посмотреть и показать тете, что вот он, этот шкаф, он тут есть. Нет, что он как-то встроен. Да, просто потому, что он такой один, этот дом. И все дома на этой улице, они подобные. То есть их строили там, я не знаю, их 5-6, их строили сами люди, они все разные. Именно потому, что они думали... Ты меня, я думала, этот дом там один, а то, что эти дома рядом, они вообще другие, ребят. Те, которые идут туда дальше, именно по улице, вдоль улицы. Офигеть, офигеть. И они все разные. То есть сами люди, которые строили, они планировали, они занимались абсолютно всем, понимаете? Они сами... Причем, знаете, самое смешное, что в этом доме, они начали его строить, получается, с правого угла и туда. И все подъезды, которые идут с правой стороны, там квартиры все просто хоромы, огромные. Они как их рубили, резали, то есть сами, на глазок. А потом им же выделили определенный участок, где можно строить. А к левой стороне они уже такие смотрят, а у них не помещается столько квартир, сколько... То есть там квартиры меньше. И там квартиры по метражу меньше. А чтобы... Понятно, там разный метраж, как бы, и как выбирать квартиры. А выбирали их случайно. В общий котел скинули номера с квартирами. И сами, да, жители, кто должен будет там жить, они вытаскивали номер. То есть, как бы, ребят, вы сами настроили, что настроили, так что вот получайте квартиру именно так. Кому достанется больше, кому достанется меньше, уже... Это все судьба. Все судьба, некого обвинять. Бабушка моя, она тогда сказала, я вообще на это дело несчастливая, пусть дед тащит. То есть сам строил, что вытащит, в этом жить и будет. И мой дед вытащил самый лучший вариант, который только был возможен. Он вытащил квартиру в пятом подъезде, всего их шесть. Как раз вот с той нужной стороны. С той нужной стороны, где квартиры большие. И на третьем этаже ровно посерединочке, как всегда хотела бабушка, понимаете? А там дом пятиэтажный. То есть это не пятый, не первый, а именно вот середка. Так, ребят, я тут подготовила немножечко книг. У нас не зря завтрак книжный. Дело в том, что я со всеми своими переездами потеряла очень много книг, которые у меня были с детства. Хоть у меня была маленькая библиотека, но она была такая вот, любимая. Очень много, как всегда, родителей без спроса отдавали куда-то на сторону. Вот я этого очень не люблю. Не делайте так. Что? У меня есть история. Хорошо. Если вы канал наш смотрите давно, вы знаете, что я как минимум собрала себе Хмелевскую. Да, я восполнила этот баланс. Вот эта серия, которая была в 90-е, сказка за сказкой с молодыми иллюстраторами, там по разным странам, у меня оставалась из детства только одна. Это «Ширма с драконом». Есть три книги из детства, которые я очень хотела, чтобы они вернулись в мою библиотеку. Причем одну из них я когда-то видела на книжном развале за 100 рублей. Я говорю, Свет, смотри, это одна из моих любимых книг детства. Я ее не купила тогда. И недавно я пошла, психанула и купила все три книги. Во-первых, «На море, на океане, на острове Буяне» эта книга старше меня на целый год. То есть, получается, когда я родилась, эту книгу мне уже купили. Очень здорово. Так она даже старше меня на год. Нет. Свет, она тебя... А, 83. Она младше меня на год. Эта книга младше. И я эти книги еще хотела как бы для вдохновения. Вот. Мне очень нравятся здесь иллюстрации. Здесь у нас русские народные сказки и немножко стихотворений. Вторая книга, которую я купила, она уже помладше. Она вышла в конце 80-х. Это «Паустовские его сказки». Я в этой книге помнила только два момента. Первый, который мне нравился, это «Времена года» в виде красивых девушек. В кокошниках. Ну, это же так классно. Просто невероятно. Весна, лето, осень, зима. И все такие красотки. Ну, я не могу. И здесь есть история про воробья. Растрепанный воробей. Ребята, это было... Это была моя первая книга, когда я читала про Большой театр. Есть, да? С Большого театра. Вот она. Вот та самая тройка лошадей, да? Четверка лошадей с наездников. Это было мое первое знакомство с Москвой. И, как вы понимаете, даже несмотря на то, что книга вышла в 88-м, тогда я ее уже читала сама. Вот это два момента, почему я хотела. И, в принципе, я посмотрела, когда эту книгу получила. Здесь очень красивые иллюстрации природы. И, ребята, книга, которая уже вышла в тот самый год, когда я пошла в школу, 91-й. Здесь была моя любимая сказка. Именно в этом сборнике это сказка о младильных яблочках. И, опять-таки, вот здесь мне очень нравятся иллюстрации, оформления. Ой, она великолепная. Форзацы шикарные. Но меня покорило, ребят, содержание. Насколько оно креативно, круто сделано. Понимаете? Это содержание. То есть каждая сказка представлена картинкой. Вот в таком кружочке внизу подписано. А сейчас здесь очень крутой шрифт. Нет, эта книга в плане вот именно как бы, как она сделана, она просто шикарная. Номера страниц, вот это вот всё. Название сказок. То есть, например, каждая сказка, она вот так вот и подписана. И странички, они точно так же получаются вот здесь вот внизу. А где такой книжки не было? Нет, такой не было подписано. То есть именно в плане эстетики книга совершенно потрясающая. Мне иллюстрации нравятся, конечно, больше здесь. Про книги, которые родители отдавали. Пока пауза, историю. Я держу, да, на крючочке в голове мысль держу про историю. Вообще, опять-таки, в конце 80-х, в начале 90-х был какой-то прям тренд, я не знаю. Подождите, кащи. Собирать гуманитарную помощь. Куда отправляли гуманитарную помощь, я уже не помню. Я помню, что это какие-то африканские страны были. Не знаю, на самом деле, отправлялось ли оно туда или нет, но тем не менее, собирали. И мама, когда работала в институте, она работала в институте, нигде преподают. Это научный институт, они там занимались всякими исследованиями. Она работала секретарем-машинисткой. И тоже собирали периодически гуманитарную помощь, что-нибудь, детская одежда, детские игрушки. И однажды мама отдала в гуманитарную помощь мою мягкую игрушку и мои книги. О, боже, про эту мягкую игрушку я столько раз слышала. Мягкая игрушка тигр. А мне этого тигра дарил троюродный, получается, у меня троюродный брат на день рождения. Это была истерика, ребят. Это просто... Мама говорит, да ты же его на балконе засунула просто в шкаф, ты на него не смотрела. Ты даже не помнишь, последний раз, когда... Я говорю, мама, он был в сердце, понимаешь? Он был в сердце вместе со мной, этот тигр. Не надо этого делать. Вот правда, вот эта вот тенденция, когда отдают какие-то игрушки. Ой, у меня с этим очень тяжелые во своих войне. Вообще всегда очень грустно было, знаете, когда твои книжки отдавали каким-то детям, которые не любили книги. Да, да, да. И ты такой как бы, а зачем? Каясь, была у меня такая вещь. Вот книги, которые были в мягких обложках, когда я из них вырастала, я оттуда что-то вырезала и делала города бумажные, играла. Я думаю, так тоже делали многие. Но когда отдавали книги без спроса и игрушки, про игрушки я вообще молчу. У меня была травма, у меня была собака Бобик. У меня тигр. В комбинезончике. У меня тигр был тигр, кстати, если что. Я его очень любила. Я спала с ним в обнимку. И в один прекрасный момент решили, что Бобика нет. Так просыпаешься, Бобик свалил, Бобика больше нет под боком. Как-то надо спрашивать, можно ли мне отдавать книги? А потом смотреть, как эти книги просто валяются у тех, кому они не нужны. И рвутся, и просто вот никому не нужны бесхозные вещи. У меня каждый день рождения подруга, она просто рыдала, потому что родители всегда всех просили дарить ей книги. А она не читает. Им казалось, что вот эти книжные подарки, они как-то простимулируют ее читать. Она ненавидела читать, она не любила. И в большей степени она не любила именно из-за того, как родители на нее наседали в этом плане. И они еще всегда... А сами не читали? Нет. Мы с ней всегда были лучшие подруги. Она на два года тоже... Да, она на два года была младше, чем я. И вот мы дружили все детство. Это гостинка, это называлась гостинка, это длинный коридор, и там много-много квартир. В общем, мы вот познакомились, когда там жили. В общем, все время, что я жила в этой гостинке, это как раз до конца школы, мы прям были очень такие близкие подруги. А потом она уехала в другой город жить. Я не понимаю, зачем ребенка так заставлять. То есть я уверена из-за вот того, что еще ей всегда тыкали, смотри, сколько Света читает. Как Света любит читать. У Светы еще чувство вины без зима. Ага, еще у Светы чувство вины. Ну, слава богу, у нас с ней с этим никаких конфликтов не было. Кстати, у меня подруга в детстве тоже читать не любила. Она в первом классе, я помню, она открывала Волково, читала предложение, такая, все, фу, на сегодня хватит. Я не знаю, вот откуда это идет со чтением. Меня, конечно, читали все вокруг, вот если говорить о доме. Но я и сама это любила. Мне кажется, это и воображение. Ты там целые просто вселенные в своей голове развертываешь. Ну, а кому-то это не нужно. А кому-то это не надо, да. Я тоже считаю, что как бы предпочтение вот таким вот нахрапом, да, это просто невозможно. Ребят, ну, у нас с вами получилось сегодня, конечно, ностальгическое, да, видео вспомнили. Чего мы только сегодня и не вспомнили. Так что делитесь своими. Я пока не могу отойти от рецепта тех конфет из 80-х. Делитесь своими детскими воспоминаниями. Книжными, не книжными. А вдруг у вас такие же вот были книжечки? Остались ли у вас книги из детства? Помните ли вы конфеты из детской молочной смеси? Вот эти конфетки обязательно попробуйте приготовить. Ой, они очень вкусные, ребята. Просто, быстро, но очень реально очень-очень вкусно. Кофеечку с книжечкой, ребят, ну просто будет идеальный у вас вечер, либо идеальное утро. Идеальная формула читательского досуга. О, вот оно как. На этом мы на сегодня заканчиваем. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока. Котики, читайте с удовольствием. Без удовольствия не читайте. Смотри, можно увидеть инфляцию. 83-й, рубль 30. 88-й, 2,40. 91-й, 7,50. 7,50. 2024-й. 1585 рублей. Нет, почему? Просто за 500 рублей. Я реально не понимаю, как ты могла. Почему? Потому что я единственный ребенок в семье, понимаешь? И у матери было молоко. А потом я выросла и стала есть, а больше нет никого из детей. Так я ела эти конфеты до того, как Галя еще родила. Ну вы какие-то извращенцы, Света.